Здравствуйте! Вы на канале Аздару. В эфире программа «Итоги недели Центральной Азии». В студии Елена Мищенко и в этом выпуске мы расскажем. Через два месяца после вооруженного конфликта на таджикско-киргызской границе глава Кыргызстана с официальным визитом приехал в Душанбе. Министр национальной обороны Турции посетил Кыргызстан и Таджикистан. Стороны намерены сотрудничать в военной сфере. В Узбекистане руководство вузов заставляет студентов бороться с критикой и защищать имидж властей в соцсетях. Президент Туркменистана в день своего рождения открыл гостиницу «Аркадак» в Ашгабаде. В Таджикистане начинают процесс амнистии капиталов и имущества. Ровно через два месяца после кровавого военного конфликта на таджикско-киргызской границе, который унес жизни десятков граждан двух стран, состоялся визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан. Вечером 28 июня самолет президента Кыргызстана приземлился в международном аэропорту города Душанбе, где его встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В этот же день глава Кыргызстана и президент Таджикистана Мамали Рахмон провели неформальную встречу в загородной резиденции Бахор. А на следующий день стартовали официальные переговоры лидеров двух государств во Дворце наций. В рамках встречи ТТТ Мамали Рахмон ответил, что Таджикистан придает важное значение официальному визиту в страну Садыра Жапарова и искренне заинтересован в созидательном развитии двустороннего сотрудничества между странами. Ответили, что основной задачей на настоящем этапе должно стать дальнейшее продвижение двусторонних сотрудничеств от двух стран в русле конструктивизма. Согласились, что для развития таджико-кыргызских отношений, в том числе и политического диалога, у наших стран есть необходимые механизмы взаимодействия. В свою очередь Садыр Жапаров выразил благодарность за приглашение посетить Таджикистан и с сожалению отметил, что трагические события 28-30 апреля текущего года для народов двух стран стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби. Изначально предполагалось, что по итогам визита будет подписан ряд документов, один из которых касается границ. Однако итогом шестичасовых переговоров стало подписание четырех документов. Так были подписаны соглашения о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения социального страхования, меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы, меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики и меморандум о сотрудничестве между информационными агентствами Кабар и Ховар. Эмамали Рахмон и Садыр Жапаров также подписали общее заявление из 25 пунктов, касающиеся всего комплекса двусторонних взаимоотношений, от согласования позиций в рамках международных организаций до борьбы с контрабандой и обеспокоенностью ситуации в Афганистане. Текст заявления похож на попытку сторон закрепить статус-кво в отношениях. Эмамали Рахмон после завершения переговоров заявил журналистам, что с кыргызским коллегой обсудили вопрос подписания в предстоящий период ранее согласованного в целом договора о таджицко-кыргызской госгранице. Он отметил, что согласно проекту описано 520 километров и согласовано в рабочем порядке еще 32 километра госграницы. Садыр Жапаров выразил надежду на плодотворную работу в ходе 17-го заседания Межправкомиссии, которое состоится в Бишкеке в ближайшее время. Кыргызстан придает приоритетное значение развитию многоплановых отношений с Таджикистаном и в своей внешней политике остается приверженным всем ранее достигнутым договоренностям в укреплении взаимовыгодного партнерства на основе дружбы и добрососедства. В ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы. Мы также обсудили вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества в водно-энергетической сфере. Одни эксперты полагают, что ожидания встреч не оправдались, поскольку по вопросу границ не был подписан ни один документ. Другие считают, что встреча глав государств может обеспечить худой мир между странами. Став президентом, Садыржапаров совершил свой первый официальный визит в Россию. Затем он посетил Казахстан и Узбекистан. После опять была поездка в Российскую Федерацию вслед за ней в Турцию. Переговоры в Туркменистане и Таджикистане стали его пятым и шестым визитами за рубеж. О визите Садыржапарова в Таджикистан говорилось давно, но поездка была отложена из-за кровопролитного столкновения, происшедшего на границе двух стран в конце апреля. В результате конфликта, который начался из-за спора на водоразпределительном объекте головной, погибли 36 граждан Кыргызстана и 19 таджикистанцев. Были сожжены десятки жилых строений, социальных учреждений и объектов предпринимательства. Глава Кыргызстана тогда заявил, что не поедет в Таджикистан, пока не будет решен вопрос с границей. Между тем, пока главы Таджикистана и Кыргызстана встречались и говорили о мире, Бишкек посетил вместе с военной делегацией министр обороны Турции Хулуси Акар. Там он встретился с кыргызским коллегой, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области военной и оборонной промышленности, а также вопрос о сотрудничестве в борьбе с организацией ФЭТО. На следующий день, 30 июня, он встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. По данным кыргызских СМИ, Хулуси Акар передал президенту Кыргызстана слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Таипа Эрдегана. Он подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова оперативно решать все имеющиеся вопросы и находиться в постоянном контакте с Министерством обороны Кыргызстана. На фоне пограничного конфликта с Таджикистаном, общественность в Кыргызстане призывала к военному сотрудничеству с Турцией, поэтому визит главы Минобороны был воспринят очень позитивно. Однако, после посещения Бишкека, Хулуси Акар сразу направился в Душанбе, где 1 июля встретился с Амамали Рахмоном. Стороны обсудили вопросы расширения и укрепления связей между двумя странами в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и в частности сотрудничества оборонных структур двух стран. В ходе обсуждения вопросов обеспечения региональной безопасности, стороны посчитали необходимым налаживание совместных связей в борьбе с современными вызовами и угрозами, дальнейшее укрепление сотрудничества в этом направлении. В связи с обострением ситуации и активизацией экстремистских и террористических группировок в различных регионах мира была подчеркнута необходимость объединения усилий международного сообщества в борьбе с ними. Во время встречи Амамали Рахмона и Хулуси Акар обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане. Как сообщает информагентство Ховар, во время пресс-конференции турецкий министр сообщил, что информировал Амамали Рахмона о намерении президента Турции в ближайшее время посетить Таджикистан. Студентам Самаркандского и Андижанского государственных университетов дано указание негативно реагировать на критику президента и его политики, а также писать в социальных сетях восхваляющие комментарии. По словам студентов из Самарканда, администрация вуза составила список из постов и комментариев из Facebook и YouTube с негативными взглядами на политику президента. Список распространились среди студентов филологического факультета и попросили их написать в ответ негативные комментарии в соцсетях. Студентам и преподавателям из Андижана наоборот было поручено написать статьи, восхваляющие президента после его визита в данный университет. Студент филологического факультета Самаркандского государственного университета предоставил радио Азадлик специальный список комментариев из Facebook с критикой в адрес президента и властей Узбекистана. Список включает 20 постов и комментариев. По словам студента, отвечать на комментарии с критикой их заставляет куратор из вуза. Они хотят сделать из нас армию троллей. Если кто-то высказал свободное мнение, зачем нам писать против него фальшивые комментарии? Люди сами видят, что происходит. У каждого есть голова, разум. Заместитель декана Миржалол Бобутаев угрожает исключить из вуза за отказ. Мы пишем, даже если нам нужно для этого проглотить свою совесть. Троллинг обычно предполагает присоединение к интернет-форумам с заранее определенной целью, часто со злым умыслом, чтобы спровоцировать участников на форумах, оскорбить их, увести дискуссию в совершенно другое русло, распространить специально разработанную идеологию. Их цель – предотвратить конструктивное общение в виртуальном пространстве и вытеснить таких коммуникаторов, особенно независимых и критически мыслящих, с онлайн-форумов различными способами. Организация неофициальной фабрики троллей наблюдалась в Узбекистане и раньше. Скоординированная кампания была организована Союзом молодежи, Ташкентским университетом информационных технологий, форумом культуры и искусства Узбекистана Гульнары Каримовой, Службой национальной безопасности и другими организациями. В 2018 году Азадлику удалось выяснить, что группа активных членов Союза молодежи также занималась троллингом, открывая фейковые аккаунты в Facebook. По словам молодых людей, вовлеченных в дело, они открывали по 4-5 фальшивых страниц по приказу профсоюзных лидеров и организовывали атаки троллей на лица, которые выражали мнение против Союза молодежи через эти аккаунты. Президент Туркменистана Гурбанкулы Бердемухамедов 29 июня участвовал в церемонии открытия гостиницы «Аркадак» в Ашгабаде. По сообщениям государственных СМИ, гостиница была построена французской строительной компанией по заказу администрации Ашгабада. Отель назван в честь официального титула президента Бердемухамедова «Аркадак». Открытие совпало с его днем рождения. 29 июня Бердемухамедову исполнилось 64 года. Гостиница состоит из 14 этажей, высота здания составляет 77 метров. По данным источников Туркменской службы радио «Азатлык», стоимость этой гостиницы – более 400 миллионов долларов. Гурбанкулы Бердемухамедов – авторитарный правитель, контролирующий все сферы жизни туркменского общества. Он находится у власти более 14 лет. Критики правительства и правозащитные организации говорят, что президент подавляет инакомыслие, и в стране мало что изменилось его приходом к власти в 2006 году, после смерти автократа Сапармурата Ниязова. Критики все время говорят об установлении в стране культа личности. Открытие очередного роскошного отеля прошло в то время, как Туркменистан переживает тяжелейший экономический кризис, сопряженный с продовольственным кризисом и ростом цен. Наблюдатели отмечают, что многочисленные дорогостоящие отели, построенные в Туркменистане, большую часть времени пустуют, потому что в Туркменистан, который известный своей закрытостью, иностранные туристы не приезжают. Депутаты Нижней палаты парламента Таджикистана одобрили законопроект об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан Республики Таджикистан. Власти уверены, что амнистия создаст условия для привлечения инвестиций граждан в местную экономику. Президент Таджикистана Имамали Рахмон во время ежегодного послания к парламенту в январе обещал в 2021 году провести амнистию капиталов и имущества в стране. Авторы законопроекта заявили, что документ предполагает легализацию активов граждан, которые ранее не были задекларированы, в том числе доходы, полученные незаконным путем. Нынешний закон впервые подразумевает одновременную легализацию как имущества, так и денег. Текст законопроекта пока не опубликован, но согласно документу, копия которого была опубликована радио Азади, могут быть амнистированы. Драгоценные металлы и камни, которые добывались на территории Таджикистана без соблюдений требований законодательства. Ценные бумаги, доли в уставном капитале предприятий, все принадлежащее гражданам Таджикистана движимое и недвижимое имущество за пределами страны. Недвижимость, в том числе жилище, построено при отсутствии необходимых разрешений или используемой в предпринимательской деятельности, а также денежные средства, которые находятся в Таджикистане или за его пределами в наличной и безналичной форме. При этом, согласно новому документу, амнистированы не будут. Денежные средства, полученные гражданами в качестве кредита и имущества, приобретенные на эти средства. Имущества, денежные средства, обороты которых, согласно законодательству, ограничены или сняты с оборота. Имущества, конфискованные решением суда. Имущества, капиталы граждан Таджикистана в странах, где не реализуются рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Законопроект вступит в силу после одобрения членами Верхней Палаты парламента и подписи президента Таджикистана. Граждане могут легализовать активы, которые ранее не были задекларированы, в том числе доходы, полученные незаконным путем в течение 12 месяцев после публикации законопроектов государственных СМИ. Власти Таджикистана уверены, что амнистия капиталов и имущества создат благоприятные условия для привлечения инвестиций граждан в национальную экономику. Хоким Холикзода, председатель Национального банка Таджикистана, выступая перед депутатами, сказал, что целью принятия закона является создание благоприятных условий для возврата активов, денежных средств и привлечения капиталов граждан в национальную экономику, обеспечение прозрачности, уменьшение доли теневой экономики и активизация инвестиций для развития предпринимательства. Глава Национального банка подчеркнул, что граждане, легализовавшие имущество и деньги, будут освобождены от налогов, процентных ставок и штрафов на три года. Однако эти льготы не распространяются на недвижимость, построенную при отсутствии необходимых разрешений. Однако в такое обещание властей верят далеко не все. Скептики указывают на негативную инвестиционную атмосферу в стране и на монополию многочисленных родственников президента во всех доходообразующих сферах. Таджикские власти обещают амнистировать, в частности, находящиеся за пределами страны имущества, денежные средства своих граждан. В Таджикистане мало кто признается, что у него имеются счета за рубежом в банках. СМИ ранее обнародовали имена некоторых таджикистанцев, у которых имеются огромные счета в офшорных зонах. Один из них – Заревбек Давлатов, зять президента Таджикистана. Филиал компании в Таджикистане, обслуживающий дорогу Душанбет-Шанак, также зарегистрирован в офшорной зоне в британских Виргинских островах. Однако имена владельцев не раскрываются. Некоторые СМИ сообщили, что им является один из родственников президента ММЛ Рахмона. В самой компании отвергают эти утверждения. Амнистия капиталов и имущества пройдет в Таджикистане второй раз за годы его независимости. Впервые она была объявлена в 2007 году, однако невозможно сказать, насколько она была успешной, потому что сведения о легализации имущества и их собственниках не подлежат оглашению. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Мы говорим о том, про что иные предпочитают умалчивать. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин